я приветствую вас на канале не детские забавы и сегодня у нас второй полуфинал по определению какое же шампанское или гристое вино можно пить если вы не понимаете о чем речь срочно по всплажки я вам объясню в чем тут собственно обстоит дело а мы переходим к представлению 2 полуфинальной тройки 2 тройки игроков как сказал бы леонид аркадьевич якубович это у нас новый сегмент 500 рублей в этом с новом сегменте у нас представлены игристые вина категории розы почему разы ну потому что захотелось разы красиво выглядит красивый цвет потому и разы 1 представитель у нас бутылочку под названием pinot grigio rose corte di rovi короче что-то очень много непонятных слов каких-то corte di rovi pinot grigio rose spumante extra dry игристое вино блюд розовое вот так вот значит процентная доля алкоголя 11 процентов италия короче до хрена написано всяких непонятных слов но написано италия итальянская вот такой вот игристое вино и что могу сказать бутылочка прикольная пока единственное что могу сказать что бутылочка господа прикольно а мы переходим к представителю номер два и это очередной розовый представитель розы spumante sirena что-то такое какая-то сирена короче сирена spumante rose extra dry вино игристое сухое розовое тоже 11 процентов алкоголя производитель изготовлен на территории италии ну и опять много непонятных слов на короче тоже итальянский представитель проигрывает конечно немножко во внешности но так ничего прикольно розовую бутылочку перейдем представитель номер три а под третьим номером у нас затесался представитель из россии абрау дюрсо также розовый напиток абрау дюрсо российское шампанское полусладкое абрау дюрсо это самое популярное игристое вино русского винного дома абрау дюрсо основанного по указу императора александра второго до 1870 году ну и всякие такие вот басни тут выписаны так что у нас тут с алкоголем от десяти с половиной до 13 процентов этого спирта гост какой-то вот изготовитель зао абрау дюрсо россия краснодарский край город новороссийск перейдем непосредственно к нашим экспертом которые проведут слепое самое честное сравнение и определяет лучшего представителя в данной ценовой категории поехали всем привет вы на канале не детские забавы и сегодня у нас продолжение вторая часть подороже вино игры игры вино так ну начнем ну мне кажется гранатом пахнет ножка на это все розовые да смотри замена кстати всемки разумные золотые наверное самый дорогой на скорее всего да она там пахнет тебе у нас еще на чем-то пахнет ну все давай ну вкусно пахнет кстати да очень вкусно аромат вот это вот что-то спиртом отдает прям конкретно спирт идет да тут стать нет такого аромата выраженного может где-то глубоко даже аромата это спирт отталкивает аромат сначала спирт идет потом виноград какой-то раскрывается ну ты такой очень легкий едва заметный да этот самый насыщенный цвет смотри все хотят красиво кстати да вот этот более светлый этот такой чуть потемнее ближе к красному да кстати аромата никакого вообще тоже спирт у меня хоть и такой цвет насыщенный должен что-то отдавать да раз такой кстати пузырьков сеть больше всего вот в этом да она красная пробуем да это самый такой вкусненький что-то по вкусу не очень не очень да блин вкусно пахнет но по вкусу короче вообще нет такой сразу вяжет как будто язык горький очень да сухой 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 ну давай к второму что-то вообще не то кислый да очень вообще да мне кажется он тоже сухой у него прям вот этот вот вкус такая вязкость какая-то вкус кислый вообще 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 не нам ничего не нравится из-за этого но вот это кстати помягче мягкий вкус такой да у него получается вкусный какой ой точнее аромат какой аромат никакой на у нас все тут вино ингресное все прям сухое но сухой да что-то нет но такое мягкое более-менее даже я сомневаюсь как это все расставить по рейтингу да мне вообще это как-то этот но я бы не взяла то есть я бы попробовала я бы не взяла никогда все на один уровень мне кажется да можно поставить потому что они все не оценка просто не по вкусу и не по 2 цвету какие-то в общем не вау даже снова дешевую но его сочетать знаешь чем вкусно будет со стейками каким вкусным с мясом если сухой да она идеально прям сочетаться будет а если вот так вот вот так нет мне прям не то по аромату вот это первое вот это на второе вот это третье не вот так вот у тебя как так же по аромату есть еще какой-то размах да такой вот небольшой что можно расставить да по вкусу во вкус она одинаково абсолютно одинаковые то есть вот этот где-то просто горчит где-то просто вот кислит прям вяжет из-за этого никакие вообще никакие не взяли даже не стала про чем никогда я думаю где-то 500 600 рублей так вот это вот обраундер со вот это вот они в обычной бутылки а вот это вот в обычной бутылке я как подожди мне вот это наоборот как то вы не очень обычно бутылка вот этот обычно ветруко а вот это应out'ные да вот это вот обраундерзла то есть ну никакой никакой бы я не дела из этого мне кажется хотя даже я вот это делала такую не ставку а такой небольшой акцент потому что я его пробовал до этого мне кажется у него был более насыщенный вкус вкуснее было намного потому что мы прям пьюлило с удовольствием это было полусухое это тоже сухое это вообще я бы не взяла есть но в аудерсо есть у них вкусные вины то есть тигристый вин у них есть вкусные кстати мы еще когда покупали хотели же взять сначала другое а потом я говорю возьми розовые нет розовый нет вообще никак но есть белый есть в общем не рекомендую есть еще тоже конечно может быть у вас другие предпочтения и вкусы так уж прям говорить резко не будем попробуйте опишите в комментариях что как почему и зачем вот стоит ли по вашему мнению брать домой что-то пробовала которая вам понравилась нам не очень понравилось ну некоторые я знаю что любят сухие вины прямо-то игристые вот эти загоняются очень сильно что вот именно такой вот нравится ну повторимся что мы обычные главное вкусно исходя из своих предпочтений своих вкусов пожеланий в общем вот судить уж каждому на каждом выбирать тоже подписывайтесь на их канал ставьте лайк пишите комментарии нажимайте на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о новых видео всем пока все пока набухайте занимать спорт